А мы продолжаем эфир Радио Крымреалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане также могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 0 44 490 31 18. Тема дня. Мы продолжаем наш разговор сегодня уже об учениях, которые 4 июля провели украинские военные на побережье Азовского моря при участии танков и бронированных машин пехоты. Это не первое учение украинских вооруженных сил в этом регионе. Напомню, что ранее артиллеристы военно-морских сил провели учение о административной границе с аннексированным Крымом. А в конце апреля в МСУ также проводили учения по обороне морского побережья, также вблизи административной границы с полуостровом. В этой ситуации мне бы хотелось поговорить о том, какой реакции стоит ждать от России, которая также любит проводить учения в окрестностях Крыма. С нами на связи уже... Александр Матвеевич Гольц, российский военный обозреватель. Александр, доброе утро. Доброе утро. Благодарю, что связались с нами. И вот сразу же вопрос. Вы как человек, который понимает возможную реакцию российского военно-политического руководства. Считаете, что Украина правильно поступает, проводя учения в такой обстановке? Это может сдержать возможные российские какие-то агрессивные или враждебные действия? Или наоборот спровоцирует руководство Российской Федерации на более активные, я бы сказал, проведение учений, другие какие-то действия, которые могут быть расценены как провокации? Ну, давайте называть вещи своими именами. Хорошо это или плохо, но военные возможности Украины в этом регионе несопоставимы с российскими. Поэтому и учения украинские носят, насколько я понимаю, крайне ограниченный характер и маловероятно, что могут восприниматься Москвой как угроза. Но, конечно, они могут интерпретироваться как повод для каких-то враждебных действий со стороны России. В этом нет сомнений. И очень много раз в истории военные учения интерпретировались как повод для каких-то враждебных действий. Увы, к сожалению, такая ситуация, она практически неизбежна. Войска, с одной стороны, войска, которые совершенно очевидным образом противостоят друг другу, готовятся. И поэтому они обречены проводить учения, даже если не брать во внимание сдерживающие, как бы сдерживающие факты таких учений. И, конечно, нельзя исключать, что в ходе таких учений возможны всякого рода инциденты. Такова реальность. Скажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что военно-политическое руководство Российской Федерации вряд ли воспринимает украинские учения как некую угрозу? То есть она не считает их достаточно масштабными и достаточно серьезными, чтобы угрожать положению Российской Федерации на Азовском море, в Крыму в том числе. Но это может стать поводом для эскалации. То есть вот, мол, украинские военные привели учения неподалеку от границы с Крымом, поэтому мы должны ответить. Но на самом деле причины реально нету, но есть зато хороший повод это использовать. Я правильно вас понял? Вы меня поняли совершенно верно. А стоит ли, по вашему мнению, в такой ситуации действовать в Украине таким образом? Вполне возможно, что наиболее рациональное поведение это готовиться, но готовиться тихо, незаметно. Возможно, не так близко от Крыма, не так близко от Азова, чтобы лишний раз не провоцировать Российскую Федерацию. Ну, к сожалению, опять-таки, да, вы говорите о разумном сценарии. Он максимально разумный. Но, увы и ах, когда страна находится в ситуации прямого военного противостояния, далеко не всегда в голову тем, кто организует, в голову представителей военно-политического руководства приходят самые разумные идеи. Тогда появляется желание продемонстрировать военную мощь. А скажите, пожалуйста, вот в Украине сейчас очень часто воспринимают действия России на Азовском море как о подготовке к возможной эскалации. Вы разделяете такое мнение или все же считаете, что это несколько алармизм, назовем это так? Ну, сказать трудно. Но, понимаете, все-таки давайте вспомним, из чего началась эта эскалация. А она началась с ареста Украины, крымского, скажем так, судна, которое Украина считает своим, Россия считает своим и так далее. То есть, первый шаг был сделан Украиной. Нравится это или нет. Что ж, Александр Матвеевич, благодарю вас за ваше мнение. Напомню, с нами на связи был российский военный обозреватель Александр Матвеевич Гольц. Мы продолжаем говорить об учениях, которые вчера провела, точнее, 4 июля провели украинские военные на побережье Азовского моря. Я бы хотел, чтобы мы, перед тем, как мы перейдем к дальнейшему обучению, обсуждению, послушали о подробностях и причинах проведения этих учений непосредственно от командующего объединенными силами Сергея Наева. Давайте послушаем прямую речь. Все элементы оперативно-побудовы объединенных сил и боевого порядка военных частей, которые входят в составе объединенных сил, они тренуются каждый день. Тренуются в соответствии с условиями, которые могут скластися. Мы в объединенных силах предпочтаем развитие любых условий. В частности, сегодня мы обучаем вопрос на Азовском море. Подраздели, они тренованы, они влучают именно в те цели, за которыми может быть и реальный противник. Итак, с нами на связи Сергей Анатольевич Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины в 2014 и 2016 годах. И я думаю, что этот человек может максимально подробно и компетентно рассказать нам о том, в чем же заключалась суть этих учений и насколько они адекватны той угрозе, которая исходит сейчас от России для Украины. Сергей Анатольевич, приветствую вас. Добрый день. Подскажите, вы могли бы в общих чертах оценить для наших слушателей эти учения? Вот то, что делали украинские военные, насколько это соответствует тем угрозам, которые исходят от России? И правильно ли расставляются акценты, правильно ли расставляются задачи для этих учений, по вашему мнению? Ну, дело в том, что, если говорить про загрозы и национальные интересы, которые выручивает Россия в регионе, то, ну, однозначно, эти загрозы и эти, скажем так, генеральные политические направления, они идут среди земноморья, на Балкани и на Каспий. Поэтому, в этой ситуации, ситуация, которая стала в Азовском море, она рассматривается, на мой взгляд, как тактичная. И это один из примеров решения вопросов России и расставляет национальных интересов России за помощью экономических, силовых, информационных и политических акций. Поэтому, преамбула до ситуации, которая стала не на Азове, она, я хотел бы сказать, что, в первую очередь, она носит экономический характер. А вторую очередь, что Россия выполняет догляд суден, которые идут до морских партей Марьуполь-Бердянск, это, скажем так, показчик силового способа тиска, в том числе, как на экономику Украины, так и на судно володарьев, для того, чтобы в певный час довернуть трафики в сторону от Украины, ну, как ориент в сторону, до Российской Федерации. Те, что касается дій на море, то я бы их рассматривал, как, скажем так, поддерживающие действия до экономических, информационных акций. Поэтому, вести разговоры про, ну, скажем так, тоталитарное протистояние на море я бы не стал. Но, оценивши ті загрози, которые возможны в этой ситуации, то, действительно, если говорить о высадке десанта, то мы его должны привязывать до ситуации, которая будет сложиться на Соходоле, потому что десант просто так не высаживается. Другое, я бы хотел бы обратить внимание, при высадке десанта, есть обовязковые две условия. Это завоевание панувания на море и завоевание панувания в повитке. Поэтому, в этой ситуации, мне кажется, нужно было рассматривать опыт, в том числе, и Второй святой войны, которая была в морской экватории Черного Газовского моря, когда недостаточная количество морских сил компенсировалось, в том числе и фашистской Немечиной, за использованием авиации. Это певная загроза для корабельного склада и кораблей Федерального службы безопасности, которые действуют на море. И поэтому, на мой взгляд, такие навчания, они должны иметь комплексный характер, то есть, долучать до них береговую складовую, морскую складовую, авиационную складовую. Обовязково повинні бути задействованы подраздели розвитки и выявление ситуации, которая находится в надводной ситуации для приняття своёчасных решений. И, в том числе, тут необходимо вести разговоры, кроме комплексного использования, еще использование вибуховых, невибуховых загороджений, которые могут компенсировать недостаток сил, которые принимают участие в защите государства с морского направления. Сергей Анатольевич, я правильно понял, что, условно говоря, когда мы говорим о подобных учениях, речь идёт об отражении десанта на Азовском побережье и попытке фактически завоевать южное побережье Азовской Украины, которое сейчас принадлежит и контролируется Украине на Донбассе и вплоть до админграницы с Крымом. Вот, по вашему мнению, на данный момент украинские ресурсы достаточны для того, чтобы отразить подобное нападение, чтобы не дать России иметь полное доминирование в воздухе, на море и отразить подобный десант и, возможно, какое-то сухопутное нападение со стороны Востока? Ну, в этой ситуации я бы сказал таким чином, что высадка десанта, я повторюсь, вона будет зависеть от ситуации на Сухопутном фронте, это первое, потому что десант мает певную мету, певные завдания, певные промежки часа, певный наряд сил. Тому в этой ситуации, которая сейчас есть в районе операции Объединенных сил, я бы сказал, что высадка десанта – это крайняя межа, или крайнее решение, когда не будут достигнуты другие факторы, другие направления, которые совершают Россию по отношению к Украине. Что я имею в виду? Я имею в виду те, что в этой ситуации, больше, на мой взгляд, здаётся, в данной ситуации, я подкреслю, что необходимо проводить такие демонстрационные действия, да, необходимо показать, что мы опрацьовываем варианты застосовывания, в том числе и по отбитанию десанта противника, но мне кажется, в этой ситуации нужно больше обратить внимание на информационно-экономическую складовую этого процесса, потому что те тенденции, которые отмечаются, а за этими тенденциями, которые связаны с Упинком Усудин, стоят тысячи портовиков Марьевопольского и Бердянского порта, стоят десятки тысяч людей, которые задействованы в производстве, вантажей, которые перемещаются морскими коммуникациями, то есть металлурги, это дерновики, стоят азовские рыбалки, то есть ситуация, кажется, больше таким загрожным будет формирование социального бунта в телу нашей группы, которое выполняет завдание на Приморском направлении, ну и в себе просто ситуацию, когда на сходе от Марьевополя готовят до отбития нападу, а на заходе от Марьевополя відбываются социальные бунты, а гирше того, что сейчас очень сильно культивируется вопрос о готовности к курортному сезону, то есть такие, понимаете, параллели и такие клины, которые забываются в наше общество, они крайне безопасны, а военная фаза перехит до реальных боевых действий, ну я еще раз подкреслю, это будут тактичные боевые действия, и, мне кажется, будут крайне все ситуации. Что ж, Сергей Анатольевич, у нас есть звонок слушателей, я предлагаю послушать, потому что мне передали, что хотят задать вопрос именно вам. Добрый день, вы уже в эфире, и мы готовы выслушать ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел бы эксперту вопрос задать. А вы не могли бы представиться? Неужели он... Владимир, Владимир меня зовут. Очень приятно. Вот. Неужели он думает, как бы думает, ну все разговоры идут о том, что там Россия будет десант высаживать. Мне кажется, просто будет нанесен массированный удар калатыми ракетами, после которого там, в принципе, уже сопротивляться будет некому. Не рассматривает эксперт такой момент. Владимир, я сейчас обязательно дам слово эксперту, но вот мы только что, кажется, говорили как раз о том, что высадка десанта — это крайняя мера, которую мы рассматривали. Ну, вот Сергей Анатольевич Гайдук, с которым мы сейчас разговариваем, рассматривает как какой-то очень экстраординарный вариант. Сергей Анатольевич, вот что вы думаете по поводу крылатых ракет и некому сопротивляться? Я полностью с слушателем согласен, потому что тенденции современных войн, они, я перейду на русский язык, потому что вопрос был задан на русском языке, тенденции современных войн, они таковы, что действительно, перед тем, как, вот я уже повторюсь, проводить какие-то серьезные акции, начинаются все действия с нанесения ракетно-авиационных ударов, и тут после того, как будут подавлены все огневые средства или большинство огневых средств противника, после этого начинаются какие-то сухопутные или же тактические морские действия. Поэтому этот вариант, опять же, он может быть использован, если действительно будет открытое военное противостояние, не гибридное, а открытое военное противостояние между Украиной и Россией, конечно, к нему надо готовиться. Но в этой ситуации, мне кажется, что более вероятным все-таки продолжение затягивания вот этого гибридного камуфляжа, который есть на востоке нашего государства, и, безусловно, нужно готовиться к более серьезным действиям, но в данной ситуации, я еще раз повторюсь, что внутреннее море Украины и России не есть тем, ну, скажем так, геополитичным полем для битв, потому что цели действий, которые производит Россия по отношению к Украине, они более геополитические, более стратегические, чем та ситуация, которая сейчас складывается на Азовском море. Что ж, Сергей Анатольевич, благодарю за комментарии. Напомню, с нами на связи был Сергей Гайду, командующий военно-морскими силами с 2014 по 2016 годы. Вы слушаете радио Крым Реалии. В эфире с вами Александр Голубов. Напомню, что звонить вы нам можете по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать там в Твиттере, там можно предлагать темы своих программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Фейсбук, Твиттер и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на Ютуб-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тем временем к нашему разговору присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военных правовых исследований. Александр, приветствую вас. Витаю, добрый ранок. Благодарю, что присоединились к нам. И вот мы только что говорили про военные аспекты противостояния на Азовском море, а теперь хотелось бы поговорить про правовые аспекты. Вот как вы считаете, насколько стоит проводить учения в ответ на российские действия и насколько стоит пытаться противостоять России в правовом поле, отстаивая свои интересы в международных судах? И какой из компонентов является важнее, по вашему мнению? Ну, первое. Как на меня, военные учения обязательно следят проводить. Через то, что, как бы там ни было, даже выходя из военно-правовой точки зрения, то и не Украина их первыми начинала. Украина начала военные учения уже как ответ на ту агрессивную поведенку Российской Федерации в Азовском море. После того, как Россия увеличила свою військовую присутность в акватории Азовского моря, и кроме того, Российская Федерация, фактически, унеможливлюет, скажем так, и створюю перешкоди для нормальной деятельности украинских судей, в частности, украинских судей, через то, что украинские моряки стикаются с проблемами, и фактически им чинятся перешкоды, они нормально не могут выходить в море, с абсолютно мирными целями, потому что это торговый флот. И, конечно, соответственно, украинская сторона начала военные учения для того, чтобы продемонстрировать, что мы также имеем силы, и мы также можем и будем отвечать в случае продолжения этой агрессии в Украине. А что до правовой стороны, обовязково цим нужно рухаться шляхом. Я хочу сказать, что еще, в принципе, с начала 2017 года началась подготовка соответствующих позовов в Международный трибунал морского права в Международный трибунал Крымского моста и в Международный трибунал Международный трибунал на сегодняшний день, когда он построен, он совершенную перешкоду для судов по заходу в два партии Марьинополя Бердянск-Украинский, а вот так украинские предприятия будут мать суттєвые сбитки, оскільки эти суда не могут заходить, то про отшкодование таких сбитков также нужно обратиться. Но были, в принципе, заявы международных организаций про то, что если Крымский місц сам перешкоджает и совершенствует унеможливости фактически торговое мореплавство, то от его будильництва следует утриматься. Но, на самом деле, Российская Федерация проигнорувала эти заявы, как она неодноразово делает. Но это не значит, что нужно сидеть и кладить руки и ничего не делать, и не возвращаться в Международный трибунал морского права. Я думаю, что все-таки шансы для перемоги у нас там нет. Александр, мы вот только что беседовали с Александром Гольцем, российским военным обозревателем. Он сказал, что проведение учений, оно может закрутить вот такую вот спираль противостояния и спровоцировать или быть использовано как повод, точнее даже, для дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации. Вы поддерживаете такое мнение или считаете, что проведение учений, наоборот, может сдержать агрессию? Я абсолютно тут не погоджуюсь, потому что я могу навести приклади украинские, когда, згадайте, Украина проводила на админной жилье с окупованим Кримом навчание військ противоповетраної обороны, тогда нас тоже лякали про то, что может быть это может быть рассчитано как провокация, может быть наступ там росийский то что. Зараз тут мы проводим навчание и нам про это но я хочу напомнить еще один приклад, что когда росиане будали дамбу на сумнозвісном прикладе Тузла, то только військовое навчание и только подъем військовой авиации и приведение ее в боевую готовность и польоти украинских нужно фактически наоборот делают регион в какой-то мере даже безопаснее потому что это балансирует силы и делает агрессию условно говоря с российской стороны и с украинской стороны усложненной когда обе стороны знают что их войска находятся в боевой готовности и готовы ответить значит боевых действий скорее всего как раз наоборот не будет я правильно понимаю ну я думаю что так потому что зрештою розумеете позиция когда скажут давайте не будем проводить навчание и сидеть и дивиться ну а как же что будет дальше происходить ну сейчас и так фактически украина имеет сутки экономические и политические потому что неизвестно как будет дальше развиваться доля портей наших украинских в Азовском море зокрема наибольших Мариуполь и Бердян Александр я вынужден прервать вас к сожалению наш эфир подходит к концу напомню что вы слушаете радио Крым Реалии вы можете всегда писать нам в Твиттере предлагать нам темы своих программ а также не забывайте заходить на сайт Крым Реалии напомню в студии с вами был Александр Голубов мы обязательно услышимся уже скоро удастся